Республика Бурятия, субъект Российской Федерации, Дальневосточный Федеральный Округ, столица Улан-Удэ. Ну и, видимо, отдельный клип я тут сделаю по Улан-Удэ, потому что крупнейший город, и Байкал, потому что вот отдельный феномен, отдельная зона, примыкает к Байкалу. Исторически первобытные люди очень давно, тоже со времен Палеолита они в Сибири, и практически с глубокой древности там протомонгольские племена. Этот район, вероятно, вот колыбель монголов и, возможно, и тюрков, которые где-то там рядом. Центр, то есть алтайской вот этой культуры, от которой потом произошли тунгулусы, тюрки, монголы и множество прочего. У меня про все алтайские языки есть подробные клипы, очень много на канале, прям целая есть серия и монгольские языки, и тюркские языки, и там все эти истории можно послушать. Как там, что от чего происходило, как это все сейчас выглядит, и как они походят там друг на друга, и чем отличаются. Опять же, у меня есть клипы про истории, тоже с древнейших времен и до середины 18 века. И с древнейших времен там были монгольские государства. Государства были на территории Бурятии гораздо раньше, чем на территории России. И первое там было государство Хунну, это где-то даже третий век до нашей эры. Они находились, конечно, под влиянием китайской культуры, потом они были под влиянием буддийской культуры, но это совершенно самостоятельные государства с высокой организацией, которые периодически давали пизды Китаю. И, в общем-то, неплохо там и процветали. Я не буду перечислять многочисленные государства, которые там были, тем более я сделал уже подробно все по истории Сибири, все, что только известно и все, что только мог. Все знают, что это закончилось образованием Великой Монгольской империи, которая к центральным районам, которые относились и вот эти районы Байкала, где сейчас Буряты. Всегда это все они считались монголами, естественно, и там даже были группы, которые потом откочевали на юг, то есть на Бурятии жили как раз коренные монголы по типу меркитов. В качестве монголов их также обратили в большей части в буддизм в 17 веке, где-то до России еще. Примерно как одновременно там Россия появляется и распространяется буддизм, где-то вот одновременно все было. Что я тоже приветствую, сам ближе всего к буддизму из мировых религий, поэтому то, что Буряты буддизм сохранили, очень хорошо, возможно, это будет такой центр, с которого потом в случае преодоления империализма в Сибири будет распространяться и на другие народы Сибири буддизм, вполне реально это. Ну вот, конечно, он там смешанный с шаманизмом, но это мы тоже вопрос этот решим, очистим там от мистики, от религиозных заблуждений, будет чистый буддизм, как его Будда распространял, я надеюсь. Ну вот, когда их уже объявили, значит, бурятами, а не монголами, и это только в 18 веке, вот когда провели границу окончательно, уже, так сказать, стало восприниматься, что Россия тут уже надолго и не уйдет, тогда многочисленные разные племена, и до сих пор буряты часто обсуждают, что у них разные диалекты, разное племенное происхождение, вот их просто условно объединили и назвали бурятами или бурят-монголами, в противовес, так сказать, монголам, которые остались в Китае. Эта проблема серьезная, постоянно обсуждается и бурятами, и монголами, то, что, в принципе, они были до 18 века одним народом, во многом одним народом и остались. Вот обсуждается один народ или два, это очень больная такая тема, я не буду касаться. Про языки я подробно описывал, как халхо-монгольский язык или как бурятский, отличия есть, но они такие большие, в целом взаимно понятные до сих пор, ну потому что, ну что, в 18 веке разошлись, конечно, понятны в целом, с халхо-монгольский язык и бурятский понятны взаимно. Кроме того, классический монгольский язык, он считается как бы и бурятский, и монгольский, да, то есть буряты воспринимают классический язык, вот ремён там Чингисхана, как тоже свой язык, естественно. Вот, ну, в общем, эта проблема остаётся, есть монгольские националисты, которые считают, что надо одно государство, есть бурятские, наоборот, позиции, что не надо одно государство и так далее. Я в неё не касаюсь, просто вот информирую, что такое есть всё. Ну, по культуре это монголы, так надо воспринимать их, что это северные монголы, исторически, конечно. В 1851 году образовали забайкальские казачьи войска, где бурятам дали уже статус как казакам, то есть они были в составе казачьего забайкальского войска, там были отдельно 5-й, 6-й бурятские полки, был тунгусский полк, ну и русские полки тоже были. И что касается старожилов, в Забайкале там, конечно, уже влияние бурятов и влияние монгольского языка на их диалекты имеется. Старожилы достаточно разнородные, у них есть общая грамматика северорусская, общие корни северорусские, но, конечно, вот в связи с влиянием разных народов старожильские диалекты отличаются. То есть в Долине Аби там финно-угорское и тюркское больше влияние, да, если алтайский диалект брать сибирский, там сильное тюркское влияние, да, если брать забайкальский, больше монгольское. Поэтому у нас сейчас сибирский язык пытаемся старожильчески формировать, там есть и монгольские корни довольно много, потому что мы пытаемся разные диалекты сибирские использовать. Автономия первая бурятская образовалась в 17-м году. Ну, опять же, в Гражданскую войну было там много всяких государств, в том числе бурятских, и я не буду это все описывать, то, что уже описывал в клипах по истории. Закончилось это все Россией, как все знаем, РСФСР. Ну, в РСФСР образовали монголо-бурятскую автономную область, длительно называли бурятмонголами. Именно в бурятмонгольской автономной советской социалистической республике, вот потом так это стало называться, именно там создали стандарт бурятского языка в 20-е и 30-е годы, и литературу на этом языке отдельную от халхомонгольского, то есть от основного монгольского языка. Хотя Монголия тоже, в общем-то, входила в сферу влияния РСФСР, там было тоже социалистическое государство, поэтому контакты оставались, тем более одна религия была. Отношения с Монголией по-прежнему дружественные, сколько я понимаю, и единство культуры вполне там осознается. Ну, Монголия никогда с Россией не конфликтовала, и эта вся граница, она всегда была достаточно дружественной, в отличие от границ на Западе, где регулярно шли войны. Там, в общем, и войн-то никаких не было, вот последняя была как раз с китайцами в 17-м веке. Ну, потом, значит, в целом это все как фигурировало, как Бурятская автономная Советская Социалистическая Республика, создали автономные округа Усть-Ордынский и Агинский, которые сейчас ликвидировали, да. Во время перестройки провозгласили Бурятскую СССР, то есть как бы вот Советскую Социалистическую Республику, видимо, хотели статус поднять до Союзной Республики, я не знаю. Но, в общем, это быстро кончилось, потому что уже произошла революция, переименовали в Республику Бурятия, и с тех пор это считается Республикой Бурятия. Однако, по Конституции, примерно одни права, на самом деле, у всех субъектов Федерации. То есть понятно, что Республика Бурятия, там национальность другая. Но, тем не менее, она имеет примерно вот те же права, что, допустим, Приморский край или там Новосибирская область по статусу, да. Но, конечно, свой язык, дополнительный как бы вот права у национальной республики, что они там могут свой язык использовать и сохранять его. И в чем Бурятия преуспела, и молодцы. Фактически, что мы имеем в Сибири? Только те народы, которым дали автономии, да, то есть якуты и буряты, они сохранили свою идентичность. То есть остальные все, так сказать, идентичность большей частью потеряли, в плохом положении находятся, язык утрачивают. О чем у меня тоже много клипов, и не буду об этом говорить. Но буряты и якуты молодцы. У них все-таки культурный стержень сохранился, и они культуру сохранили и развивают, и даже еще, так сказать, возрождают. То есть дерусификацию проходит. Хотя я писал научных работ про Бурятию довольно много. Там все-таки двоязычие. Все-таки большинство там и по-русски, и по-бурятски. И многие знают плохо бурятский, на самом деле. Это они могут несколько фраз сказать, это не значит, что они бурятский знают. Там многие плохо знают, есть исследования соответствующие. Но этот вопрос решается там. Работают, чтобы возродить родной язык, чтобы все хорошо знали. Дело там двигается постепенно. Ну и сейчас она считается в Дальневосточном федеральном округе. Хотя это типичная Сибирь абсолютно. То есть регионально это Восточный Сибирь, куда уж там, за Байкалья это. Все Сибирь, конечно. Тем не менее, впихают в разные округа, в другие все это. Здесь нужно еще сказать, что вот это все административное отделение, оно условное, конечно, в Российской Федерации, не отражает реальных связей там, которые сложились и с климата, там, экономики и прочее. Довольно большая, но слабо заселенная. То есть территория большая, заселена слабо. В основном горы. Там Селингинское, Среднегорье, Восточный Саян. Есть горы до 3491 метр над уровнем моря с максимальной горы в Бурятии. Тем не менее, там есть районы, где полной степи гор почти не видно. Особенно вот как подъезжаешь к Улан-Удэ. Ну, всяческих хребтов там много не буду перечислять. Климат резко континентальный, типичный, сибирский. Единственное, что там осадков меньше, чем в Западной Сибири. Там солнечно. То есть зимой там обычно сухой мороз. И лето тоже, хотя больше осадков. Но все-таки с этих солнечных дней тоже порядочно много. То есть, как вот самые солнечные города в России, это считается Улан-Удэ и Хабаровск. Они сравнимы с Краснодаром по количеству солнечных дней. Хотя климат, конечно, хуже, чем в Краснодаре. Крайне северные районы. Там типичный такой крайне север, напоминающий Якутию по погоде. Имеется Байкальский государственный биосферный заповедник и Баргузинский. Вот всякие заповедные районы уникальные примыкают в основном к Байкалу. Поэтому Байкал я отдельно все-таки опишу. Это отдельная такая сибирская штука. Ну, много Байкала в Бурятии, конечно. В частности, в Байкале много уникальной всяческой рыбы и прочей всякой живности, которая тоже считается бурятской и считается, что все эти уникальные животные, они в Байкале есть. В то же время основная часть территории занята лесами. Повсеместно растет рододендр на Даурске, который по-сибирски называется богульник. Огромное количество лекарственных растений. Не распространена тибетская медицина, потому что она в целом похожие условия с тибетом. Народная медицина смыкается с тибетской буддийской медициной. Тибетская медицина, она, допустим, исходит из того, что надо мясо жрать. Тибетскую медицину я изучал. Они же там в горах живут. Витаминов из этих растений не получишь. Будто, конечно, горю, что не надо убивать живых существ. Но по природным условиям, даже в тибетской буддийской медицине, они рекомендуют то или другое мясо есть при различных заболеваниях. Ну, потому что, видимо, в других источниках-то нет витаминов. Что поделать. Ну, в тайге там много жирности, конечно. Всяческая сохранилась. Соболь, белка, лисица, колонок и так далее. Правда, врубают тайгу везде. Кстати, национальная автономия Бурятию не защищает от того, что и там лес тоже рубят китайцы сколько хотят. Вырубка леса уже Всемирный фонд дикой природы заинтересовался. Сосчитали они. 16% всех лесов за последние 20 лет вырубили в Бурятии китайцы. Не знаю, что там бурята делают, а почему они за свою родину не смогли, значит, обеспечить хотя бы вот на территории Бурятии, чтобы их лес не рубили. Им же там жить, потом все равно же куда они денутся. Это их страну губят. Но думаю, что эти проблемы там тоже острые и сами бурят, о них должны говорить. С точки зрения воды там много всяких рек, 30 тысяч рек, но большей части мелкие. В основном все реки идут в Ангару, в Байкал, в Лену, в Селенга, конечно. И вот это вот все. Население около миллиона. Примерно 59% в городах. Национальный состав увеличивается количество бурят. Я говорю, что национальная политика в целом успешная. В частности, в 1939 году было 72% русских, а сейчас 65% русских. Процент бурят был в 1939 году 21%, и сейчас 29,5%. То есть в целом сохраняются хорошо буряты и растут и в количестве, и в процентном отношении. Остальные народы Сибири есть, например, ивенки, но незначительные. Кроме русских и бурят, остальные народы мало представлены, меньше процента. Но русские, часть из них явно сибирские старожилы, то есть смешанные с теми же бурятами. И они, к сожалению, не выделяются на всяких переписях. Скорее всего, их тоже там порядочно. Как эти русские разбиваются на старожилов и русских, я не знаю. Может быть, там и большинство старожилы. Что касается городов. В основном городе Улан-Удэ, в котором чуть ли не половина населения проживает, 437 тысяч человек. Есть небольшие города, такие как Гусино-Озерск, Северо-Байкальск, Кяхта и так далее, Селингинск. Экономика высокоразвитая. Вот как раз Бурятия и Якутия, помимо того, что они национальные республики, они тянут значительно промышленность. И Приморье тоже. Владивосток из регионов этих русских тоже серьезная промышленность. Тут ничего не возразишь и не скажешь. Но она в основном основана, опять же, на добыче полезных ископаемых, то есть сырья, которые уходят все равно. Значит, какие полезные ископаемые в Бурятии? Ермаковское месторождение Берилия, крупнейшее месторождение Берилия, покрывает единственное практически в России месторождение Берилия, которое можно там что-то добывать. С 1975 года там активно разрабатывается. Добыча золота. 240 месторождений золота, огромное количество всяческих золотых шахт. 6 тонн золота ежегодно. То есть вот все на Чукотке и то, по-моему, меньше. То есть вот Бурятия, крупный центр по добыче золота. Добыча каменного угля огромная идет. Соответственно, энергетика тут же на основе каменного угля. Добыча урана там имеется. Минеральная сырьевая база урана – это Бурятия и Якутия. По поводу ядерных держав. Ядерные державы – это Бурятия и Якутия. Там у них уран есть. И они, все вот эти ракеты российские, делаются из сибирского урана, между прочим. Потому что Москва – это не ядерная держава, там урана нигде рядом нет. Есть полиметаллические месторождения. Кадмий, сурьма, свинец, цинк. Вот такого тоже много. То есть таких редких металлов. Мышьяк, Кольфрам. Кроме того, добывается нефрит. Еще с царских времен там в Бурятии красивый. Энергетика ГРЭС. Тепловая в основном. Ну, потому что это уголь, да? Улан-Уденская ТЭЦ. Есть солнечные электростанции. Постепенно развивается альтернативная энергетика там. Транспорт автомобильный. Крупные автодороги федерального значения. Качества их разные. Есть хорошего качества. Федеральные в основном асфальтированные. Асфальтобетонные ныне все. Есть гравийные, щебеночные, грунтовые. Там довольно красиво. Я по углокартам проехался по дорогам в Урятске. Красиво. Там населения мало. Едешь, степь, степь. Красиво. Там лес, степь. Там лес чередуется с большими участками степи. То есть, лесостепь такая типичная. Лес маленький, такой низкорослый. Далеко видно. Озера вокруг там. Где-то там далеко на горизонте коры. Довольно все хорошо. Ну, Якутия тоже красивая. Якутия больше такая лес. Больше таежная Якутия. А Бурятия больше степная. Ну, вот положение дорог, видимо, чуть получше. Но, как и везде по Сибири, проблемы есть. Там, допустим, мосты надо ремонтировать, сообщают. Не все дороги, конечно, асфальтобетонные. Это все по-прежнему есть. Транссибирская железная дорога плюс БАМ. Про БАМ у меня есть отдельный клип, о нем рассказывал. По северу проходит БАМ. И основная магистраль, это, конечно, Транссиб. Сейчас продолжают разработку новых месторождений. И к некоторым из которых предлагают тянуть железнодорожные ветки. Аэропорт Байкал в плане авиации. Ну, и малые аэропорты часто там через вертолеты. Всякие региональные самолеты. Всякие отдаленные места вертолетами. Речной транспорт там развиты и по реке Селенга, и по Байкалу. Он имеет длительную историю. На Байкале аж пираты были какое-то время. Ну, сейчас, конечно, пиратов там нет. Сейчас там идет навигация пароходная. По Байкалу и... Все это довольно известно. По Селенге и туда вот Иркутск. До Улан-Удэмк вполне там речное сообщение есть. Пытаются создать туристскую зону, Байкальская гавань. На основе, опять же, Байкала. Поэтому лучше я, конечно, это все в Байкале расскажу. Но вот так вот, чисто по подчинению, это будет Бурятия. Но пока планируется, пока ничего не создали. Байкал там, конечно, есть. Там все строят, там инфраструктура, все такое. Пока там она активно не работает, эта туристская зона, как я понимаю. Ну, может быть, кто-то возразит, может, лучше знает там местное. Промышленность развитая, машиностроение. Основные промышленные предприятия. Авиационный завод ВЛНД. Потом Бурят золото. Золотое всякое там промышленность. Бурят мясопром производит треть всех консервов России мясных. Целилоза картонный комбинат, который ругали, что он Байкал загрязняет, а все-таки построили. Приборостроительные, всякие заводы этого до хрена. И растет это все. Потому что там перспективы, там добыча ископаемых, идет рост промышленности. Но в основном горнонабывающий. Там открыли, что в Тункинской долине много водорода. И так в перспективе, когда перейдут на водород, когда кончится нефть. Вот, возможно, там все равно в Бурятии все будет хорошо. Там будут уже добывать водород. Развитое сельское хозяйство. И монголы всегда этим были славны. Крупный рогатый скот мощный. Между прочим, в основном частные. 92% крупнорогатого скота в частной собственности. В основном фермерские хозяйства. Колхозы все распустили. Хорошее производство всего. Естественно, традиционная варанина, говядина. Всю Россию этим мясом снабжают. Птицы фабрики, свиньи. Это там все есть. Ну и растениеводство тоже вполне. Зерновые, развитые. Пшеница, рожь. Картофель, как обычно в Сибири. Горох. Все это. Они выводят из Бурятии в соседние регионы. Снабжают Дальний Восток. И это все тоже поднимается. Что касается промышленности, она развивается в Бурятии. Тут регион перспективный. В Сибири так вот все местами. Местами бурное развитие, местами нет. Но Сибирь, она индустриальная. Бурятия, это индустриальная страна сейчас. Не надо вот думать, что там как-то вот это. На войну из деревень бедных едут. Часто сейчас вот в связи с этими всеми событиями украинскими говорят, вот там буряты какие-то бедные там соглашаются на контракты. Это из бедных районов. Там в Улан-Удэ крупная промышленность. То есть не надо судить по вот этим людям. Центр науки. Это Бурятский научный центр Сибирского отделения Российской Академии Наук. Имеется там пять научных институтов. Естественно изучают местную природу и вот эту всю добычу ископаемых. Но также и буддизм. Все-таки центр восточной культуры. Там есть центр восточных рукописей. Азия имеет на самом деле древние традиции, которые в том числе и в Улан-Удэ изучаются. Там монастыри, конечно, были в 18-19 век. Всякие древние рукописи из Тибета завозили, переводили. Там на монгольский и на тибетском. Там много изучалось. Много было специалистов по тибетскому. Раз там он является официальным языком местной церкви буддистка. Это там все есть, это все там изучается. Высшие учебные заведения, бурятские государственные университеты и другие. Но, кстати, бурят постоянно посылали в Томск на подготовку. По крайней мере, все 90-е и все нулевые годы бурятских студентов было очень много в Томске. Практически на всех факультетах. Я не знаю, как там сейчас. Может, бурят уже сама готовит. Но ранее она систематически Томску это поручала. И в Томске прям целые общаки бурятов были, я помню. Но они все равно так вот независимо держались, так хорошо вместе. Помнится так. Что касается сельских газет. Бурят монгольская правда вышла еще с 1920-х годов. Была там газета Красный Бурят Монгол. Потом кодифицировали бурятский язык. И на бурятском очень много газет выходило и сейчас выходит. Ну, местные газеты какие? Бурят НН, кажется, так читать надо, да? Молодежь Бурятии потом есть, Правда Бурятии. Там есть телеканалы на бурятском языке. Ну, помню, волнения были вокруг Саши Шамана. Там местные даже журналисты поучаствовали. Все там что-то заступались за все за это. Бурятия довольно хорошо так Сашу Шамана поддержала. И в результате, видимо, его и посадили, когда он уже в Иркутск пытался продвинуться. На выходе из Бурятии они его и арестовали. Потому что, ну, бурятское шествие показало Саше, что там очень много. Там прямо его выходили встречать, там все как положено по-бурятски. Чтобы он тут, так сказать, поднял народ. Протестный потенциал Бурятии большой. Видимо, они пытаются это протестное все решить тем, что посылают сейчас вот на эту специальную военную операцию, где гибнут несчастные буряты, вместо того, чтобы решать проблему реально самой Бурятии, где многие недовольны тем, что происходит. Несмотря на это высокое развитие промышленное и культурное, которое все-таки, да, нужно сказать, что имеется, и молодцы в этом плане. Проблем много, если все равно Сибирь. И национальные проблемы есть, и социальные проблемы есть, и протенциал протестный есть там высокий. И в Якутии, и в Бурятии, и проблемы эти не решены еще. Производят основное все, все для России производят. Там добывается золото все это, на котором вся Россия живет, уран там и все прочее. А живет полстраны в нищете по-прежнему. Ладно, перехожу к культуре Бурятии. Кяхтинский краеведческий музей. Музей декабристов, музей истории Бурятии, музеев много. Имеются театры, например, Бурятский государственный академический театр и другие. И что касается религии, примерно пополам там православные буддисты, развитый буддизм, как я уже говорил. Имеются протестанты, прежде всего баптисты. И шаманы, шаманизм, они сейчас кодифицируют, как прям отдельная религия шаманизм, зарегистрируются и все такое. Но там официальный шаманизм, он при Путине, я помню, это официальные Бурятские шаманы выходили, что-то там Сашу шамана проклинать. Видимо, им Путин заплатил, вот они вышли и занялись, шоу там устроили тоже. Ну, а так, в основном, конечно, буддизм. Ну, буддизм ламаистский, тоже, конечно, пропутинский. Вот там эти ламы сейчас благословляют на войну этих контрактников буддийских. Вот, дескать, идите, там вам зачтется. Куда зачтется, где Будда, говорю, что убийство зачтется. Будда даже какие там в Индии были войны, он всегда их пытался остановить. Видите, категорически говорю, что его последователям ни в каких войнах участвовать не должен. Так что, есть буддизм, это хорошо, но то, что он служит властям, это плохо. Ну, а и про ламаизм я уже тут много критики говорил, и большей частью вот с этим и связано, что там серьезная социальная иерархия, которая выдается за религиозную, хотя сам Будда никакой иерархии социальной не утверждал, да? Это приводит к тому, что в каких-то пиковых ситуациях, как сейчас, эти все якобы буддисты служат властям, чем совершают, конечно, серьезные преступления с точки зрения того же буддизма. Буддизм, никакое насилие, ложь там, уничтожение других народов, ничего такого, конечно, не одобряет. Художественная литература обширная по Бурятии, имеются с 20-х годов, там имеются поэты, романы и так далее. В кино первый фильм о Бурятии сняли потомок Чингисхана, по-моему, я говорил уже о нем. Другие фильмы есть тоже, значит, «Песня табунщика», «Крок сансары», «Золотой дом», «Пара таежного подснежника», «Крик тишины» и так далее. Ну, если будут интересны, вот в хрониках по кино я расскажу. Символом Бурятии считается богульник, который там по всей стране растет.